Когда спасательная операция закончилась, нашу съемочную группу вертолетом с крейсера Петр Великий перебросили в поселок Ведяево, где находились семьи погибших моряков. Эту площадь перед гарнизонным домом офицеров я запомнил надолго. Эти кадры никто никогда не видел. И сегодня, по прошествии 10 лет, тяжело смотреть на горе людей. А уж тогда, сразу после трагедии, это было просто невозможно. Вопрос в том, что трудно было себе представить, и мне, в том числе, могу вам сказать, откровенно. Мы знали, что у нас страна в трудном положении, что у нас был взрослый силы в трудном положении, что у нас флот. Но если не гурина, то очень сложно положить. Так что все в таком положении, я тоже себе не представляю. Развалились все средства. Нету ни шиша. Вот и все. Если бы я мог, знаете, вот если бы я лично мог, я бы сам был залезен. Я уже власть туда, как вы знали. Значит, ни наши, ни иностранные специалисты до восьмого отсека не доходят. Для того, чтобы там поднять, я вам и говорю ответственно. Я не могу сейчас, знаете, прийти сейчас, вам наговорить и смыться отсюда. Я говорю вам так, как есть. Вот это тяжелая правда, но она правда. Вот так, как есть. Значит, ни наши, ни иностранные специалисты до восьмого отсека не доходят. Значит, будь режем. Я так и сказал всего-то. Я им только сказал, режьте. Но мы с вами должны понимать, что вот если есть какие-то теплые чувства, да, и если есть какая-то надежда, резать тоже нужно умом и осторожно. Там есть на телевидении люди, да, которые сегодня орут больше всех, и которые в течение 10 лет разрушают вот ту самую армию флоту, на которой сегодня гибнут люди. Вот сегодня они в первом ряду защитник этой армии тоже с целью дискредитации и окончательного развала армии флота. Я сейчас скажу о каком сокращении. Вообще нужно ли это сокращение? Оно нужно настолько, насколько нам нужно, чтобы экипажи были не с одной, не с двух, и с трех. А если нужно, может быть, один экипаж из десяти. Но чтобы этот экипаж потом не страдал и не погибал в муках. Вот, наверное, нам нужно хотя бы один экипаж. Но абсолютно точно мы должны быть уверены, что он всем обеспечен, хорошо обучен, что он получает достойную заработную плату. Вот, что нам нужно. А чтобы деньги не оплатили нищие спецсуществования и не собирались к миру погибки. Надо, чтобы офицеров в городах России не выбрасывали из автобуса за то, что они не заплатили в автобусе. Надо, чтобы они получали застойное денежное содержание. Вот на полторы-две тысячи жилья должны жить.